Музыка 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 В поисках Йеннепер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, канал Блэк Геймс. Продолжаем проходить третьего Ведьмака. Так, что у нас вообще? У нас новое оружие, это старое говнище надо продать. Потом апнуть уровень, одеть эту броню. Да-да-да-да. Апнуть уровень нужно. Так. Чего у нас по карте мира? У нас, по-моему, вообще заданий не осталось. Все сделали. Ну да, у нас только осталось основной сюжет, ну погнали. Раз основной сюжет, так основной сюжет. В принципе. В принципе, так в принципе. Погнали. Финтирин, пиви-пиви-пиви-пиви-пиви-пиви-пиви. Пошла ты в жопу, слышь, чё? Так, не пролагивай игра, не надо. Так, кузнец пока мне не нужен. Спросить охотника, где он нашёл тела. Ну, мы же, типа, расследуем Грифон, как убивал людей и тому подобное. Так. наверное на охоту ушел найти охотника опа вот следы следы свежие мыслов только что вышел а вот и он ты мыслов слышишь волки хотя нет дикие собаки да они опаснее волков собаки опаснее волков не преувеличивай говорю как есть знаете почему почему нет но чувствую что сейчас узнаю что волки охотятся чтобы утолить голод дикие собаки убивают для забавы совсем как люди да многому они от нас научились почему бы и не жестокости я собираюсь на охоту где-то нашел нельфгаарцев которых убил грифон понял вы ведьмак убийца чудовищ до вас в деревне говорят я вам покажу дорогу конечно но собак надо перебить пока они ни на кого не напали погнали поможете если вам не жаль тупить об них серебряные мечи стал быть почему бы нет грифон не убежит а вот собаки могут так что ступайте осторожней давно у вас неприятности с этими псами сначала войны как солдаты через деревню идут бабу изнасилуют до задушат мужика убьют для забавы корову на мясо а дворнягу разве что пнут походе избивают эти шавки в стае холодные исхудавшие все в струбьях а подыхать не хотят потому умные умнее даже чем лисы и страх как озлоблены на людей сейчас завалим чем и уже на кого-то напали нихера ты крутой чувак этиками 1 хилков никчемные часа беру их а кролик вовсе валялся ни хиаси подлечусь уровень нужен уровень сейчас дохиляюсь до конца потом диалог начну ой чувачка вальнули ветер знаешь его мы вместе служили у помещика там где сейчас войско стоит он был конюшем и охотником и парень и это было до того давно это было не жаль надеюсь он тебе не друг нет вовсе нет и что покажешь где нашел нельвгарцев до пойдем ты знаешь что нибудь об этом при фоне немного а я и до уровня не хватает зато ты для него в самый раз хоть бы поэтому полюбопытствовал бы я по лесу тихо хожу так что даже гриф он не приметит ну да конечно только он свысока смотрит а ты снизу блять дебил твой идиот блять как еще живой хер знает ладненько дел твое ой место это здесь один лежал там у пенька без головы второй висел на ветке кишки у него свисали аж до фу сука берегите себя я справлюсь это не первый гриф он с которым я имею дело вероятно не последний не последний точно и что будешь а если так будьте здоровы это игру еще играть и играть так что дохера что будет земля черная от запекшейся крови у парни льв гаарцы здесь что-то отмечали но гриф он их прервал лагерь следы давнишние они глубже солдаты в доспехах наверное не льв гаарцы опа сундучочки деньги сюда упак так цепь надо отмедитировать и пашки восстановить елки точнее мне уровень ты чё я все там обследовал вот следы что ты игра я знаю куда идти чё ты мне рассказываешь ой из до грифона точнее то что у него осталось тело пролежало несколько недель он был еще жив когда грифон его сюда принес и долго умирал кости корове собачьи человеческие останки за несколько месяцев так сейчас сейчас по ой ну книгу я читать не буду там по этого написано по императоры деньги деньги и носи даже эти красного это обследовать я не могу не должно быть слышу и сожгли это мог сделать только человек гриждо сожгли понятно самка личинки в ранах уже вылупились значит она мертва по крайней мере неделю выходит второй грифон самец глубокие колотые раны по всему телу она когтях и клюве не следа крови она не защищалась должно быть ее застали врасплох пока она спала края клювы стерты в подшерстке седые волосы ей было лет десять-двенадцать грифона находит пару в молодость значит самец примерно того же возраста жесткая ость густое оперение королевский грифон жестко это объясняет почему самец которого я встретил был так агрессивен сперва он напал на нервианцев здесь в лесу а потом начал рыскать по всей округе я сделал все что ой гаруси циквиси миру стоп обман качаем до конца все теперь это нам уже не надо надо потом физуху покатить чтобы с мечей дамаг побольше прилетал здесь вроде все погнали подожди куда погнали а вот это вот по в плюс 16 мощь ирдена в огонь еще лучше будет пробивать и хорошо куда ты блять локация это маленькая застрелаешь везде вот это конечно баги игры не нравится нет но условности движка уже так что пофигу главное игра хорошая играется замечательно пойдем грифонами в этой серии босс что ты делаешь А, вот он договорился, типа, полет нам нужно... Да уйди ты, лошадь, блядь! О! Друган! Друган! Друган, ёпта! Друган! Друган, всё было проще. Чудовище, злые люди, добрые, а теперь перемешалось как-то всё. Раньше было точно так же, только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. Нихера себе вы живёте. Я тоже хочу. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего ещё он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придётся делать приманку. Ну, как успехи? Крушину я нашёл. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашёлся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ха, подковал бы этого. Какой-что разузнал? Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Всё делают по-своему, а выходят только хуже. Ну хорошо, всё готово. Дай только знать и примемся за работу. Поехали. Рецепт грома. Это, кстати, увеличивает физическую атаку. А я могу его сделать? Э, а чё он не привёлся-то? Нихера ты щемишь! Ха-ха-ха! Стой, сука! Нихера себе он щемает! Там, говорит, увидимся и щеманул. Подожди, мне же рецепт дали. Чё за херня? Надо, может, отмедитировать. Что, я на какую кнопку-то? А, во. Наверное, до утра надо. До шести утра! Во! Так, ну чё, появился, нет? Блядь. Не понял реально юмора, блядь. А где? Гром, где? А, вот он сделался, блядь. Господи. Ух, падла. Ну, с новыми мечами-то попроще будет. Наверное. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну, так как? Ты готов? Пойдём. Ветер сейчас хороший. Разнесёт запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдём-ка в тениок между берёзами. Слушай, что ты будешь делать, когда мы найдём Янифер? Тебе есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каер Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега ещё далеко. И это меня беспокоит. Чё так? Похоже на востоке, Нилевгард уже перешёл Понтер. Значит, они в неделе пути от Каер Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А, никто же не знает, где они живут, да? А что-то зимовки. Ты приедешь в этом году? Может быть. Ты, возможно, не один. Вот и он. Он где-то рядом. Рядом, блядь, перед тобой. Здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. О. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну, хватит разговоров. Надо Грифону... Ха-ха-ха, нормально ты тему сменил. Так. Здорово, чертила. Тихо, подожди. Су-четыннадцатый войн на эти стрелы, это охерел, стуль. Блядь, вспомнись, как стрелять в него. Ага, на тебе. Падал гром. Ой-ой-ой-ой. Да никчемный. Какой быстрый, блядь. Блядь, ну не бей его, дай ему прогореть. Не упускай его. Погнали, куда ты стой, падла? Сейчас уделаем, 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 уделаем. Ни о чем он, в общем. Эть! Нет, чувак. Сука, не падает. Гори, гори, гори. Чувак, ты умираешь. Эть, эть, опа. Пока. Чушок. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Да пошел ты! Во. Например. Удар сверху из восьмой позиции. Слишком предсказуемый. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Ладно. Ой, трофей Грифона еще. Мутагены. Адуванчик. Так, а трофеи можно нацеплять, я же помню. Пауденицы. Или они прямо тут? Я не помню уже что-то. Как особо? Ладно, потом разберемся. Так, ну пошлите в гарнизон отдавать башку. Ех, нихера, тут закат. Красиво, блин. Вот же делали игру, реально. Вот, блядь, CD Projekt так и босраться с киберпанком, блядь. Перед тем, как... Точнее, после того, как выпустили... Ай, блядь, зачем? Я хочу сказать, что киберпанк выпустили. Блядь, дерьмом, дерьмом, блядь. А эта игра шикарна, да, блядь. 17 уровень, иди в жопу. Так, надо свалить, чтобы они, это... Перестали агриться. Так, выйди из режима боя, пожалуйста, выйди, блядь. Они бегут, сука. Нахер я у них спер эту бутылку, блядь. Все, что ли, отошли. Слава богу. Бать или нет? Да иди в жопу, ёбаный свет, ну сука, а. Да, я не помню, как от этого избавляться. Надо, по-моему, возле знака, через знак портнуться, а туда-сюда обратно, как говорится. Чтобы это прошло... Блядь, сраная банка. Так, ну надо квест сдавать. Квест сдать. Ты чё, с лес-то дурак шо? Ой, а чё я тебя геймпад-то схватил? Не хочу я на геймпаде. На геймпаде ведьмака играть. Неудобно. Так, у ламыши намного проще. Так. Пойдём, 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 сдадим. Что это такое, вашу мать? Ха. Жить-то. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Ах ты, падла, херовое зерно привёз. Я не знал. Значит, за глупого. Вот именно. Вы чё, не проверяли, что ли? Военный кодекс. Параграф второй. Раздел третий. За поставку испорченных товаров. Пятнадцать ударов кнутом. Выполнять. Нет. Нет. Ради богов. Да я, кстати, согласен с командиром. Они чё, не могли проверить зерношу перед тем, как привезти? Наебалово получается. Нет, нет, это наказание справедливое. Суровое, но справедливое. Во. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, всё это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Всё честно. Эй, куда? Стой. Мы ещё не закончили разговор. На. Возьми вот золото. Чтобы не чувствовал себя в убытке. Взять, конечно, деньги. Ты чё? Ко-как, я ещё деньги брать не буду, ни хераси. Чувака там хлестает. 150 манек, на дороге не валяются. Всё. Чё ты? Нам записаться не хочешь, Норлин? Нет. Нет. Пошли вы в жопу. Ну, деньги, ни хера себе отказаться. Не-е-е. Ишь, ты, обиделся он. Так. Чёртяка змеи глаза рассказывала. Как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали... Опа. Йеннифер в Возиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Значит, пора собираться. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, ещё золотое солнце повесишь? Нельзя тут темирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так, может, правду люди говорят? Что ты шлюха Нильфгардская. О, разборки пошли. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Грен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Аннулька тебе при родах не помогала, дитя бы у тебя в пуповине задохнулась. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? О, началось. О, паньки. Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь вся. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Ну, тогда пиздюлей получат. Ой, второго уровня. Живее, мужики! Мда. И говорим, кавкатилась. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него блоги! Уходите! И не возвращайтесь! Ой! Чувачок выжил один. Блюет! Ха-ха-ха! Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Опа! Не мы это начали. О, а вот она. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом Саду появился Ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Гераль. Я бы тебя обняла. Только ты весь в крови. Ха-ха! Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе Нашу встречу. Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, Я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Изине седлайте коней. Да, почему там? Поговорите здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету, так что Трупный запах почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в Изине кое-кто тебя ждет. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что Император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен. Помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. Ну, поехали. У тебя конь быстрый. Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? И там и закончим. Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Ой, хорош. Погнали. Погнали. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала. А потом... Что? А потом вот что. Дикая охота, твою мать. Давай, валим отсюда, ребята. Валить надо. Валить. На, нахер. Поговорим об этом завтра, хорошо? После аудиенции. Вот и все. Вот на этом мы и закончим. В поисках Йеннифер, своей дамы любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сах. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Бляха, тут кат-сцены, ну ладно. Нормально тебя приходовали. Ну это такой мудак, сука. Дебил, блядь. Думаешь, импературу важно не слишком длинные у меня уши? Думаешь, вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ой, ты, блядь, выебываешься. Куда? На этот стул. Пиздец он, короче, приколист, блядь. Блядвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Да. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильгарде борода не приветствуется. Особенно, если в ней завелись вши. Фу, сука. Я долго был в дороге. Неважно, делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. О, здорово. Ваше превосходительство. Не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Ой, блядь, пиздиш ты. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Риви. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Блин, я не помню, это во второй части было. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. Ааа, так вот откуда пожар. Хм, наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. По-моему так было. Я вырвался оттуда вместе с Вернаном Роше, командиром Синих Полосок и... Убийцей нелюдей. Этот субъект нам известен, ведьмак. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Хм, если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Лок-Муине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Во, по-моему так там было. Поскольку сильные мира сего заточили три Смиригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе в распоряжении Родовида, целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую шалу де Тансервиль на куски. О, а это я не помню. Ну, будем бугаудными. Ты смотрел это верно и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. О. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с лето? Хм, я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он. А если б знал, то не сказал бы. Даже сбрит война горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь. И еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важно. Ну, хоть уважительно отнесся, ладно. Я не смогу обратиться без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции. Ну, неплохо так отнесся. Он к нам записал все. Как говорится. Отчетливо. Все ему вы сказали, и ладно. Сейчас мне такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае... Заканчивать надо, говорю. Ваши милости сюртук, фрак, или, возможно, смокинг. Вот смокинг нормально. Внимание, вашей милости. Осмелюсь представить вот эти одежды. Да, вот так. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Вы получите ее после аудиенции. Чистой и накрахмаленной. Ну, спасибо. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Так. Эй, мне сохраниться надо. Вот так вот. Ладно, ребятки, все, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим уже. Пойдем к императору разговаривать и тому подобное. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. И всем до встречи в следующей серии. И всем пока. Ведьма.